Когда приходит новичок, новичок начинает, желательно начинает с бассейна, потому что такие элементарные вещи, как заныривание, разворот, техника плавания, вот самые начальные шажки в плавании дельфином, кролем, брасом. Нужно отрабатывать в спокойных условиях. Бассейн хорош тем, что там нет отвлекающих факторов, такие как волны, ветер, какие-то страхи по поводу морских животных. Если без подготовки, без всякой человека запустить, то обычно, да, вот в районе минуты, полторы, две может человек задержать дыхание. Если есть какая-то уже предрасположенность задержки дыхания, там хорошее расслабление, хороший низкий метаболизм, то может это быть больше. Вот после базового курса, во время базового курса за счет лекции, за счет понимания, как правильно разминаться, как правильно дышать, люди задерживают дыхание уже на четвертое занятие в районе от две минуты минимума до двух, до четырех минут, бывает даже пять минут. Какие-то уникальные индивидуумы, которые могут без тренировок, предварительно даже без знания штуков редайвинг, задержать дыхание на пять минут. Любому человеку, если задаться целью сделать пять минут задержку дыхания, то кому-то месяц, кому-то может быть два месяца, но это все равно небольшой срок, можно за это время потренироваться и сделать задержку дыхания около пяти минут. Вот техники продувания. У нас есть вальсальва, начальная техника продувания, когда мы зажимаем нос, выдыхаем нос, именно напрягая дыхательные мышцы, диафрагму, межребренные мышцы, мы просто вот выдыхаем. И у нас ощущение появляется закладывание ушей, вот что перепонки у нас как будто бы выгибаются. Пример такой противоположный энергению, конечно, в самолете у нас появляется ощущение, например, что перепонки у нас, уши закладывают, перепонки у нас в самолете немножко выгибаются, то есть у нас давление падает, и у нас снаружи давление получается ниже, чем внутри. И нам нужно такое движение взглатывающее произвести, чтобы у нас открылись стерестахиевые трубы, чтобы избыток воздуха в среднем ухе у нас стравился. Под водой нам нужно наоборот делать, то есть мы добавляем дополнительный объем воздуха, вот чтобы он был вот за перепонкой изнутри, да, мы закрываем нос, выдыхаем. Второй способ продувания более сложный – френзель и его некоторые модификации – это добавление воздуха за счет напряжения языка. Мы напрягаем не дыхательные мышцы, не диафрагму, а именно у нас небольшой объем воздуха во рту всегда есть. Мы или кончиком языка, или корнем языка, или сжатием челюсти, сжатием вот щек и закрытием челюсти мы сжимаем воздух и давим его в сторону ушей. При этом голосовая щель должна быть закрыта, вот при продувании с помощью языка у нас прямо такой замочек такой, как вот вот. Сложности возникает, что у нас одновременно должна быть перекрыта голосовая щель, и при этом мы, когда давим, сдавливаем воздух, он у нас должен через открытое, через расслабленное мягкое небо в среднем положении дойти все-таки до ушей. То есть тут так вот нюансы возникают. Вторая техника, техника продувания френзелем, это уже не совсем базовая техника, она довольно-таки продвинутая. Есть несколько вариаций. У нее продувание с положением языка в положение звука К, К-замок так называемый, продувание в положение звука Т, когда мы кончик языка ставим за зубы. Второй вариант. Третий вариант это продувание, когда мы языком уже не очень помогаем, а больше сжимаем воздух челюстью. Вот третий вариант. Есть самый продвинутый способ френзельфата, так называемый. Там у нас запасается максимальный объем воздуха в щеке на небольшой глубине. Это может быть 15 метров, 20-25 метров. На той глубине, где у нас еще достаточно объема воздуха в легких, мы набираем этот воздух в щеке, расслабляемся, перекрываем голосовой щель, чтобы у нас там воздух это оставался на всю продолжительность нырка. И дальше нам нужно научиться использовать этот воздух из щек, продуваться этим воздухом, чтобы не терять его. То есть там будет возникать желание его проглотить, потому что воздуха мало, легкие, пустые. У нас в щеках много воздуха, поэтому возникает желание проглотить. Там требуется определенная координация, которая нарабатывается на ранних этапах, чтобы этот воздух удержать. И тогда с этим воздухом в щеках можно нырять очень глубоко. То есть я, когда ныряю, я набираю воздух в щеке на 25 метрах примерно, и у меня хватает до 130 метров, при этом на дне еще воздух остается. То есть там уже вопрос продувания для меня не стоит, что я не могу продуться. Для меня уже актуальна больше проблема адаптации, чтобы не было травм легких, чтобы достаточно была эластичность легких и легочных тканей, чтобы просто время нырка было не слишком длинное, не было слишком стильной степени гипоксии. Вот в этом проблему у тех, кто научился продуваться, это не решает все проблемы с нырением. Дальше уже возникают проблемы именно просто тренированности организма и адаптации к гипоксии, адаптации к азотному наркозу, чтобы не потерять контроль над нырком, нервы слишком расслабиться. Главное, что вы запомните, на что цель сделать задержку дыхания. Задержка дыхания, на мягкость, на хорошую амплитуду, на разработку ключевого пояса и длинного петля. Вот, упражнение важное, это тягивая диафрагма. Гипоксия – это низкое содержание кислорода. То есть причина, почему фридайверы заканчивают свой нырок, обычно это, когда они уже чувствуют, что мало кислорода. Опытные фридайверы учатся использовать кислород прям очень экономно и могут расходовать его прям до минимального уровня. Чем больше опыт у фридайвера, тем до более низких значений кислорода он может доходить. Продолжение следует...